МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему они считают Чайху по-армянски? Количество людей же, зараженных коронавирусом, в республике Армении превысило 10 тысяч. 517 новых случаев за день. Можно будет увеличить объем импортируемого в Армению газа в несколько раз. Посол Армении встретился с министром нефти Ирана. Греция наберена выступить против планов Турции расширить разведку нефти и газа в Средиземном море. Труды более 30 украинских ученых вошли в научный сборник Украины-Армении «История, культура, туризм». Истинной средой обитания цветка Даниса, который занесен в список растений, занесенных же в Красную книгу, как находящаяся под угрозой исчезновения, является живая природа провинции Тунжельи в Западной Армении. Этот цветок, открытый русским натуралистом и историком Петром Александровичем Чахачевым в 1867 году в селе Шопенгара-Хессар, гирой Сунунской области, с того дня не зарегистрирован. На языке местных жителей она также называется «роза петуха» и «желтая горная роза» и вошла в литературу как эндемичный вид растений Западной Армении. Позднее полевые исследования показали, что основным местом обитания Даниса – район Тунжелии. Там были найдены сотни цветов той же породы. Флаг Арцаха был создан аналогично флагу Армении, только белый треугольный орнамент, похожий на армянский ковер, был добавлен к флагу Арцаха, что символизирует несправедливое отделение Арцаха от матери Армении воссоединение последней в результате провозглашения независимости. Красный цвет символизирует постоянную борьбу армянского народа за выживание, независимость и свободу. Синий цвет символизирует волю армянского народа жить в мире. Оранжевый символизирует творческий талант и трудолюбие армянского народа. Государственный флаг Арцаха всегда поднимается в резиденции президента Арцаха, Национального собрания, правительства, управления всех инстанций и республиканских исполнительных органов других государственных органов, территориального управления и органов местного самоуправления Азербайджанской республики. Закон не запрещает размещение арцахского флага на других государственных и жилых зданиях. Протокол поднятия, опускания и передачи флага Арцаха определяется правительством Арцаха. То, что объединяет северные поселения современной Западной Армении, включает Рабзон, Резе и Хупу. Это не только море и чай, но и этнические армяне. Большинство амшанских армян являются мусульманами, но им удалось сохранить язык обычаи и даже армянские песни. В разное время из Амшена была большая миграция в соседние страны – Россию, Грузию. Но корни продолжали оставаться на родине. Сегодня число армян, проживающих в районе Амшен, по разным оценкам превышает 700 тысяч. В городе Хупа, который является историческим армянским населением, мы пытаемся найти подходящий отель на ночь. Зная, что мы армяне, местные турки указывают на знаменитую сеть отелей Устабашнер в городе. Они ваши, говорят турки. Семья Устабашев имеет деловую репутацию не только в Хупе. Их отели, магазины, чайные фабрики также расположены в Трапзоне, Ризе и других крупных прибрежных поселений. Читайте полную статью на нашем сайте. В Армении за сутки зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении Ньюс.ем сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 2 июня в стране зарегистрировано 10 тысяч 9 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 6368 лиц, увеличилось на 181. Выздоровели 3427 человек, 15 за последние сутки. Скончались 158 пациентов, 19 за последние сутки. Еще один гражданин с коронавирусом скончался по формулировке властей за иных болезней. И общее число таких случаев 56. Таким образом, общее число смертей достигло 214. Чрезвычайный полномочный посол Армении в Иране Арташе Стуманян 31 мая провел встречу с министром нефти Ирана Бижаном Занганы. Об этом новости Армении Ньюс.ем сообщили в посольстве. В ходе встречи посол отметил, что в 2020 году строительство третьей высоковольтной линии электропередач близится к совершению, что позволит в полной мере использовать пропускную способность к запроводу Иран-Армению, увеличив объем импорта газа в Армении импорта электроэнергии в Иран в несколько раз. Арташе Стуманян подчеркнул необходимость срочного подписания нового соглашения или поправок в него о программе обмена газ на электричество. По его словам, соответствующие предложения несколько месяцев назад были представлены армянской стороной. Посол также добавил, что в случае правильной организации работ газопровод Иран-Армения может выгодно отличаться от совместных газопроводов Ирана с другими соседними странами с точки зрения надежности и эффективности, что может стать дополнительным стимулом для углубления двустороннего сотрудничества в этой области. Греция намерена выступить против планов Турции расширить разведку нефти и газа в Средиземном море. Греция готова ответить на эту провокацию, если Турция припримет этот шаг, заявил министр иностранных дел Греции Никас Дендис, сообщает Ньюс.е. Ранее власти Турции объявили о планах лицензирования геолого-разведочных работ для турецкой государственной компании «Петролиум», которая, согласно заявлению Греции, нарушает ее суверенные права. Эти планы следуют соглашению, подписанному в прошлом году Турцией и Ливией по морской границе, которые Греция и ее региональные союзники Кипр и Египет считают незаконными. Труды более 30 украинских ученых вошли в научный сборник «Украина-Армения. История, культура, туризм», который издан в Киеве. Об этом сообщает аналитика.ua.net. В научный сборник вошли материалы Международной научной конференции «Украина-Армения. История, культура, туризм» инициированы Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Союзом армян-Украины, кафедрой страноведения и туризма КНУ, посольством Армении в Украине и Институтом исследования диаспоры. В пресс-службе Союза Армян Украины интернет-ресурсу сообщили, что исследования являются новаторскими. Многие из них публикуются впервые и посвящены ранее неисследованным темам. В частности, освещаются вопросы современной истории армянской общины в Украине и украинцев в Армении, а также перспективы развития туристических связей. На сегодня у нас все. Далее мы подставим вашему вниманию ансамбль «Сосун». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь миром!